Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Середина дня». И хотя некоторые говорят, что день унылый сегодня, 8 октября 2019 года, но видим, что наш следующий спикер Владимир Мудряков из Ростова-на-Дону в отличном настроении. И я уверен, что у него десятки новых идей. И он сейчас даже не знает, с какой блестящей идеей начать. Владимир, приветствую! Добрый день, Игорь! Как всегда, троллинг подошел незаметно с вашей стороны. Да, 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 друзья! Мы только что обсуждали с Владимиром, что день такой слишком спокойный. Но кто знает, может быть, за последние 2 секунды у Владимира появились новые идеи. Владимир, вам слово! Так, сейчас запущу демонстрацию. По поводу идей, вот самое, наверное, интересное, это Юрий в чате написал. Давайте тогда просто потрещим, без проблем. Лучше задавайте вопросы, это будет гораздо интереснее, потому что все самое интересное по рынку у меня было вчера. По точкам, которые я и рекомендовал, которые и сам пробовал торговать. Это и Сбербанк, и Газпром, и доллар-рубль. Но доллар-рубль, кстати, вчера совершал вход от 65-560, сделал частичную фиксацию и со своими коллегами держали до самого конца дня в надежде, а вдруг Трамп все-таки проснется и что-то позитивное напишет, и мы как долбанем пунктов на 500 в мою сторону и не придется закрывать. Но нет риска превыше всего, пришлось позицию закрыть, не переносить. С утра немножко подрастроился, а теперь уже оптимизм прибавился, так как закончилось все хорошо, потому что идет против меня, а я вне позиции, соответственно, ничего не теряю, но и не зарабатываю. То есть за вчерашний день там получился небольшой фикс 100 с небольшим пунктом, ну и плюс позиция была закрыта, поэтому сейчас я по рынку вне позиций. Собственно говоря, если анализировать ситуацию, которая произошла вчера, есть надежда, что произошла локальная точка разворота по акциям, таким как Сбербанк, Газпром, даже по РТСу. Единственное, теперь очень важно, чтобы сегодня либо на этой неделе так же быстро не слили. То есть если общая тенденция вниз подтвердится, сегодня можно получить какой момент? Люди начнут выкупать там тот же Сбербанк, классику какой-нибудь, вот РТС, который видят там зоны проторговок, и бумага начнет лететь дальше вниз, люди будут усредняться, потом стопы, и на всем этом эмоциональном движении можем обновить лои, и тенденция вниз продолжится. Поэтому сейчас нужно быть осторожным, есть шанс, что отсюда пойдут, но риски нужно контролировать, ни в коем случае без стопа не торговать, если вы используете плечи. Поэтому я лично пока не вхожу, так как для меня понятные точки были вчера. Сегодня есть небольшое подозрение, что могут и залить рынок. Основной инструмент, за которым я слежу, конечно же, это нефть, потому что в нефти вижу максимальный потенциал. То есть я, наверное, врожденный лонгист нефтяных котировок, плюс вот эта запугивающая дневная свеча. Нефть часто любит делать подобные вещи, когда запугает, и потом через пару дней все-таки идет в другую сторону. То есть я за надежду движения в лонг. Очень бы мне хотелось, чтобы это движение произошло завтра на новостях, и в моменте мы сходили, ну, желательно пониже, чем 57,7. То есть, может быть, сегодня подойдем к этому диапазону, где-нибудь в боковике простоим, сделаем новостной шип, люди начнут пугать, вшарчивать, и я там попробую войти в лонг. По крайней мере, такая у меня идея. По доллар-рубль, с тем учетом, что он сейчас вынес диапазон вчерашний, от которого я торговал, повторно в шорт от одной и той же точки я никогда не захожу. То есть единственное, после чего я могу рассмотреть лонги, ой, прошу прощения, шорт, это если мы в ближайшее время сходим хотя бы в диапазон 65,750, и пойдет возврат. Вот только при таком сценарии, прямо здесь текущих не готов. По РТСу аналогичная ситуация, сейчас, ну, без идей для короткой торговли. То есть, я думаю, будет еще некоторое время идти распил. Если мы в ближайшее время не обновим на дневном закрытии диапазон 130 тысяч, 129 700, 130 тысяч, ну, вот эту всю большую проторговку, шанс на лонг сохраняется. Главное, чтобы этот распил не длился, как это было в доллар-рубль еще в июле месяце, да, то есть когда у нас разворот набирал свою силу на протяжении сколько? Сколько двух недель? Ну, вот очень бы не хотелось, чтобы по рынку сейчас произошла именно такая картина. Поэтому либо пускай уже сливают, и тогда присоединяемся к дальнейшему шорту внутридневному, кто хочет, ну, либо ждем следующих точек для потенциального разворота на рынке. Запил не моя стадия, в запилах не торгую. То есть я больше все-таки торгую по тренду и люблю высиживать длительные сделки, ради которых я вхожу. Собственно говоря, по доллар-рубль, почему я вчера и рассматривал вход, да, то есть если бы получалось удержаться, ну, появляется потенциал обновления этого лоя и похода еще ниже. То есть ради таких сделок с таким потенциалом я входить готов. Ради сделок 100-200 пунктов, ну, неинтересно мне. По евро-доллару для меня вообще запил, вот зона отмечена, ее пилят, пилят, пилят. Пока это не закончится, я его даже не рассматриваю. Утро наступает, смотрю, что на дневке. На дневке ничего не изменилось, ну, значит, стоим дальше и ждем. Поэтому по поводу рынка у меня сейчас абсолютно нейтральная позиция. Если есть вопросы, задавайте. Хорошо, спасибо большое вам, Владимир, за ваш обзор. Вопрос такой, когда такие ситуации? Ну, это понятно, не первый раз в жизни у вас такое происходит, как у всех у нас. Как вы действуете? Просто отходите от рынка, отдыхаете, уходите в отпуск или наблюдаете, мониторите? Ну, от рынка нельзя уйти, потому что эта ситуация есть сейчас, она может закончиться сегодня, может быть, завтра, может быть, через неделю, может быть, через две. Поэтому, конечно же, косвенно нужно наблюдать. Я спокойно смотрю, не вхожу, плюс у меня есть клуб, плюс на этой неделе сейчас у меня идет мощный интенсив, который отнимает большое количество и сил, и времени. Поэтому есть чем заняться. Я понял вас. То есть от рынка вы не отходите. Ясненько, хорошо, хорошо. Спасибо большое, Владимир, вам за ваш обзор. Вам хорошего дня. Удачи сегодня. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.